Короче, у меня приехали родители, я здесь полдня была одна, наслаждалась просто тишиной, спокойствием, вот, прям так классно было, да, Маська, где-то? Мы вообще дома не шумим, если кто-то проснулся, своим делами занимается. Маська, Маська тоже где-то был, его тоже не слыхать, не видать был, он тоже наслаждался где-то в своём укромном месте тишиной. Вот, значит, приехали родители, что они купили здесь, как его зовут, овсянку, потом мама взяла, там не было, а почему колбасы мам не было? Ну, не делала, как бы он звонит. А, то есть он позвонит, ты у него телефон взяла? Ну, я не подняла вообще, я у неё спрашивала, ну, дайте мне телефон, она говорит, у вашей Наташи есть, я смотрю, так думаю, не пойму, как Наташа. Это, ну, вот, значит, шпикачки какие-то взяла, они свои, их натуральные, для жарки, да? То есть они, короче, делают из своего собственного мяса. Свининой говядиной. Они делают и из разных, причём цена очень недорогая. 390 рублей килограмм вот этих. Очень дёшево. А у них мясо, которое они сами... Я не знаю, я не спрашивала. Это, про мясо не спрашиваю, ну, жирноватые, я смотрю, они. Ну, для жарки, может быть, так и должно быть. А те охотничья, колбаса-то охотничья называется. Которая из дичи? Да. Короче, они продают колбасу из дичи. Вот у нас в Саратове колбаса из дичи стоит 1200. И здесь у них, по-моему, полтысячи стоит. 500 рублей, 400 с чем-то рублей. А эта, мам, какие шпикачки взяла? Ну да, они вот такие вот для жарки, да? Ну да. Ну, они вот такие вот. Их на огне, на этом... А у них мясо своё или нет? Или привозить привозное? Тоже не знаю. Тоже не знаю. Ну, понятно. Цень-то могла. Так, значит, это мама 5... Там ещё белый какой-то брёд был. Он говорит, Настя, может, не видела? Да? Да. Так белый брёд мы пили. Мы розовый брёд пили, белый брёд пили. Да, мы всякий брёд пили. Сейчас мы. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Поднимайте, батарея. Слушай, бабы, прям это что-то подразчувствовались, я смотрю. Так, значит, что у нас? Мама взяла вот такую плёнку встреч, маськи и корм. Три пачки купол. Мася, ну нельзя же, ну господи, ну нельзя. Я говорю, папа, у вас здесь не было? Его было не слыхать и не видать. Мам, а ты где взяла вот эти палочки? А в светофоре, наверное. В светофоре ушные палочки. Перекись папа взял. Там большими упаковками, вот литровыми, перекись продаётся. Вот, собственно говоря, и всё, чё-то. Чё-то как-то маловато будет. Маловато будет. Вот то, что они прислали. А это пять злаков хлопья какие-то, варить пять минут. Наверное, тоже я так думаю, что из светофора. Предполагаю. Палочки ватные. Сколько они там стоили? В светофоре сколько? 500 штук? 65? Очень дёшево. Мне кажется, даже чем дешевле, чем в этом... Чем в фикс-прайсе дешевле даже. Вот. Так что в светофоре сейчас можно смотреть. У них действительно есть многие вещи. Гораздо дешевле, чем в фикс-прайсе продаётся. Да, знаю. Подлизывает немного здесь, пока никто не видит. Подлизывает. Мась, кто так делает? Мась? Такой, я не при делах вообще. Чё вы ко мне пристали? Я вообще не при делах тут. Уже колбаски, девчонки. Решили сегодня сделать их. Решила мамка сегодня сделать колбаски. Открываем баночку сладких помидор 22-го года. В 22-м году они получились лучше. Капитон тут уже здесь меня мацает. Посмотрите, вот вся у меня... Как бы, как это сказать? Весь халат, он у меня в затяжках. Весь, абсолютно весь. Потому что он, вот, посмотрите, он весь вытянул, вытянул вот эти штучки. Потому что вот эта вот лапа бабацки. Просто она... Я тут сижу, и он мне постоянно вот так вот лапает. Лапает постоянно своей лапой. Весь халат испортил. Вы там вдвоём куда-то чего-то намыливаетесь. А я вот покушеварствую. Мама у меня здесь готовит... Чебуреки. Чебуреки, всё, забываю, как они называются. Чебуреки. Тут ещё есть пюре из остатков. Она что-то собралась делать. Вареники. Вареники, да? Вареники сделает. И вот она жарит. Тут у меня чебуречки жарит. У меня стоит кофеёк готовится. Аббатия сейчас выгружает. Что-то пошло не так. А сейчас он пойдёт чистить снег на улице. Что-то не заводится. Что-то не заводится. Что-то пошло не так, мама. Черт, она не заводится у него. И смотрим, что наш батенька делает. У меня вся куртка прополонялась этим велишами. Прошёл. Всё, наконец-то для отца нашлась работка. Работка нашлась для него. Снег в рамках. Снег в рамках. Девчонки, по традиции уезжаю. Сегодня показываю, что у нас тут закончилось. Но пока я здесь была, пока меня здесь не было. Манки купила леггинсы. Тёплые. 200 дэн. Чёрные. И так и не показала вам. И тёмные, и серые. Хорошие леггинсы. Мягкие. Внутри с начёсом. Так, чё ещё у меня тут из пустых баночек. Вот это вот зубная паста. Закончилась. Хамигаки. По японской технологии сделана. Она мне больше всего понравилась. Вот из всех там, по-моему, 4 штуки. Вот это с женьшенем здесь написано. Ну, по факту, как будто бы с имбирём. Есть какой-то, и даже вот здесь, вот посмотрите, видите. Нарезка такая, как будто бы это корень имбиря, вот на этикетке. Вот. Она, знаете, такая ядрёная. Кто когда-либо брал индийские зубные пасты, вот по вкусу аналогичные. И она мне очень сильно напоминала Индию. То есть для меня прям было бы пользоваться ностальгия. Ну, прям вот я... Так как нет сейчас возможности брать с Индии, привозить какие-то на товары. Поэтому для меня прям вот было это, как вот некое такое напоминание об Индии. И лучше как-то чает, лучше на по вкусу. Ну, то есть вот если я буду брать из этой линейки какую-то зубную пасту, то это точно будет вот конкретно с женьшенем. Потом, что ещё? Зубные нитки. У нас есть фаберлик. Я знаю, что многие не знают, причём есть двух видов. Сравнивала зубные нити с Oral-B. Мне эти понравились больше, потому что Oral-B, они ещё есть там вощёные, не вощёные. Oral-B, они как-то расплющивались, расслаивали зубные нити и застревали у меня в каких-то пломбах. Да, допустим, пломба там плохо поточна в зубу, застревала. Я боялась вытащить зубную пломбу зубной нитью. Эти вот так вот не расплющиваются, не разволокняются. Вот, надолго хватает. Потом витамины В закончились. Это вот такой вот, как сказать, подобранный препарат. То есть он многокомпонентный. Здесь видите витамин В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Содержание в двух капсулах. Какое содержание. И вообще предназначена группа витамина группы В. Во-первых, если, допустим, не хватает витамина группы В12, то плохо начинает усваиваться. Или какой-то витамина группы В, белок из пищи. Нервная система – это витамина группы В. Апатия, депрессия – это витамина группы В. То есть если есть, допустим, депрессивные какие-то... Ну, так как я в последнее время изучала эту тему. Если есть какие-то такие депрессивные состояния, то нужно компенсировать дефицит витаминов группы В, магний. Магний вообще, ну, как бы он расходуется у нас во время стресса постоянно. И, как правило, витамина... Ну, магния не бывает. Периодозы его даже назначают беременным женщинам. Ну, наверное, чтобы судорог ног не было. То есть когда депрессия, апатия, витамины группы В нужно, дефицит закроить, магния, витамины D3, цинк... Ой, цинк, С – это вот самые такие основные. У меня закончились женские витамины и мультиминералы. Здесь кальций, витамин С, магния, оксидантная смесь, витамин Е. И все в таких вот небольших дозировках, чтобы можно было не бояться пить как бы на постоянной основе. Я обычно там фолиевая кислота, тут есть биотин. Я обычно их пропиваю. Пропиваю я их. И там через месяц опять пропиваю. Через месяц опять... Ну, то есть я их как-то регулярно стараюсь пить. Потому что у нас сейчас почва объединена, еда объединена. Я уже об этом как-то рассказывала. То есть сейчас в том же самом витамине... Ой, в том же самом банане гораздо меньше калия, чем это было, причем в 10 раз, чем это было 30 лет назад. Уже есть исследования, можете найти их в интернете. Мастопа я взяла. Он вообще для женской репродуктивной системы. Он в протоколе питания есть. Ну, не мастопа, а крестоцветные. То есть надо капустой крестоцветными питаться, если есть предрасположенность к миомам, кистам. И если есть фиброзно-кистозная мастопатия. Так как я капусту крестоцветную не каждый день ем. Не каждый день есть возможность есть. Не каждый день есть желание вообще есть. Поэтому можно компенсировать это мастопом. У меня в структуре девочка. У нее киста в груди пропала. Она пила. У меня недавно писал отзыв человек на моем канале, что у нее было 22 года киста. И она пила фиброзно-кистозная мастопатия. Она пила мастоп в течение года курсами. По три баночки четыре раза в год пропила она. Представляете, человек посмотрел мой отзыв, заморочился. В течение года пил, а потом еще и заморочился, написал отзыв. За что я ей очень благодарна. Вот у нее 22 года была фиброзно-кистозная мастопатия. Благодаря мастопу она прошла. Потом, значит, бальзам Эдигера закончился. Это специальный бальзам, который придуман для посткоронного синдрома. Он как раз закрывает три мишени. Это нервная система, это сосуды и иммунная система. И вот он как бы, тут очень хороший такой состав. После еды его нужно пить в первой половине дня. Потому что есть там гуарана. Гуарана, по-моему, если не ошибаюсь. Потом гастрокомфорт. Это я, по-моему, пила. Я пила. Я пила для одной цели. Он мне не помог. Но я пила просто для восстановления кишечника. А он все-таки немножко про другое. Потом селена у меня родители пили. Тоже он такой вот как бы микроэлемент, который необходимо пить в регионах, где почва обеднена. То есть бедная селена. Можете эти регионы посмотреть. Где-то наверняка есть статистика в интернете выложена официальная. Вот. Они у меня пропивали. Потому что, видите, тут нарисовано селена. То есть сердце и селе... Не пойму, что у нас слезки. Нелегкие. Что это у нас за орган такой? Вот. Я знаю, что он как некая профилактика. Хотя до сих пор никто не знает, от чего у нас рак. Вот. Папины закончились. Мужские витамины тоже здесь. Он такой многокомпонентный. И по деньгам получается меньше, чем в аптеке. И еще одна базочка. Гастрокомфорта. Это, по-моему, у меня родители пили. У меня все пропили. Куриный суп. Мама говорит, я думала, что это куриный суп. Берлик. Нет. Есть травяные сборы. Иммунити. Вот чай они иммунити пропили, я смотрю. Для иммуносистемы. Для сахара. Контроль сахара. Диуретический. Там очагонный сбор травяной. Травяные сборы очень хорошие. Прям обалденные. Мне так нравятся. Потому что я периодически... Ну и периодически я постоянно пью. Один закончится, другой начинаю. Другой закончится, третий начинаю. И так вот я их пропиваю все практически в течение года. Чай для женского здоровья. Тоже очень хорошие отзывы по нему на сайте. Проблемы ПМС. Такие более уже серьезные проблемы решает. Еще один. Мочегонный. Закончится. За полчаса до еды их нужно. Либо два, либо три раза в день пить. Вот. Водоросли хлорелла. Хлорелла и спирулина. Ну, это вот такой достаточный суперфуд известный. Я не знаю, есть ли долго на нем необходимость останавливаться. Закрывает аминокислоты. Потребность в аминокислотах вообще зеленые. Хорошо антиоксидантным. Хорошо обладают свойством зеленые все овощи, продукты. Это йод. Недостаток йода закрывают. Потому что водоросли. Причем такой органический йод. Природного растительного происхождения. Не искусственный. У мамы закончился доброген. Она берет его, я ему беру его для суставов. У нее проблемы с суставами. Она у меня практически не ходила. У нее клинила нога. После этого мы начали пить доброген. И у нее сейчас, ну, то есть, по крайней мере, она перемещается. Много двигается в течение дня. Заклинивание ноги у нее прекратилось. По отзывам его также берут. У кого были эти переломы, когда для быстрого восстановления, для лучшего восстановления. Ну, у кого проблемные суставы, кто занимается спортом. Потому что бегом, профессиональными видами спорта тоже очень сильно под раздачу попадают суставы. Там и это природный источник коллагена. То есть, вот кто там кожу себе хочет подтянуть, там коллаген содержится. И тоже еще контроль сахара. Еще один. Все, пустые баночки у нас закончили. Здесь у нас на очереди ютоник для нервной системы, для мозгового кровообращения, для профилактики Альцгеймера. Очень много здесь у нас ферментов наших стоят. Закупилось, чтобы было. Потому что маме прописал для диабетика ферменты пить каждые 10 дней месяца. Первые 10 дней месяца врач. Потому что это будет снижать уровень сахара и поддерживать работу поджелудочной железы. Для иммунной системы я купила на всякий случай, если вдруг заболеют. Это, знаете, такой быстрый вирус, если какой-то подхватили, быстро привести в порядок. Раски пшеницы. Еще на очереди стоят бальзамы вот эти вот. Так что здесь обязательно на подходе у родителей стоит масса других продуктов всяких для здоровья, пищевых добавок и так далее.